Чтобы это привлекало людей, а особенно женскую аудиторию, потому что она самая чувствительная, ее трудно обмануть. Надо обладать харизмой, надо обладать внутренним, достаточно многогранным внутренним миром. Я просто видела выступления многих людей, которые занимают дистрифтизом, начиная еще с в Америке, когда первый раз, это было очень давно, видела самых, наверное, ярких представителей этого жанра. И я видела то, что делает мой супруг, когда он мог выйти на сцену совершенно один, и только одним взглядом заставить зрительный зал бежать, кричать, раздеваться, бросать на сцену все, что у них было на ней. При этом он не раздевался. Вы понимаете, какая энергетика идет у человека, это сильнейшая просто. Поэтому, конечно, в каждом жанре есть свои звезды, а есть люди, может быть, даже случайные, потому что они посмотрели, что «А, ну хорошо, в спортзале покачаемся, выйдем, и уже мы, мы уже адептизируем». Нет, надо все-таки к этому относиться более серьезно. То есть вы хотели уже, наверное, обладать, что вас тогда задевает, что так говорят, что это вы не знаете? Не то, чтобы меня задевает, но мне не хотелось просто показать, что это не так, как кто-то хочет предупреждать. Потому что те люди, которые видели достойное выступление, они, поверьте, оценивают это не с плюсом, а не с минусом. Конечно, кто-то платит сам, или что, а потом подойдет к пластику, и все. Подготовка, пластика – это все равно составляющая. Главное вот энергетика, да. Стриптиз, ведь это энергетика, прежде всего. А все остальное – это уже следующее. О-о-о-о! Хороший вопрос. Дело в том, что, да, клубов сейчас очень много, выбор большой, но не буду склевать. Владелец этого клуба – моя лучшая подруга, с которой связано очень много жизненных историй. И, кстати, если так случится, что мне придется написать следующую книгу, я обязательно о ней напишу, потому что даже история нашего с незнакомства, она, ну, очень смешная и необычная. И она хрупкая девочка, я ее вам представлю, когда у нас будет представление уже на сцене, она вот свалила на свои плечи вот такую достаточно серьезную ношу, как быть хозяином клуба, потому что это тоже очень непросто. И благодаря ей, нашей дружбе и хорошему, считай, месту, мы именно здесь-здесь и собрались в этом субъекте. А я знаю, что вы делаете на эти плечи клуба. Ваши личные плечи? Да, вы. Мои личные впечатления о клубе – ну, классно, почему? Он как бы с хорошей музыкой, он с хорошей публикой, с такой демократичной публикой, что очень важно. Знаете, потому что много есть таких крутых клубов, куда люди просто попасть не могут. Где там определенный, там, поиск-контроль, там, вот и не так одет на себя уже не пусят. Здесь более демократичное, что мне очень нравится, потому что я сама очень демократичный по жизни человек. Мне понравилась музыка, мне понравились люди, которые здесь, и аудитория, и место, и отношения. А сегодня у меня сейчас на полочередине не ожидает, что много мальчиков не несет, которые будут что-то заводить от мертвых? Ожидается в меру всего. Знаете, очень важно, да, конечно, ожидается. Такой программа, безусловно. Приедет сам Тарзан. Вот во сколько приедет, правда, что точно не знаю. Сказал, что приедет пораньше. Будет выступление Анастасии Винокур, она будет делать красивый номер, квилибр, потому что героиня в моей книге. Вообще вся наша дальнейшая программа, она завязана по режиссуре именно на книжке. И, соответственно, будет выступление, скажем так, прототипа главного героя, будет выступление Анастасии Винокуры в качестве моей героини, потому что она в книге является приматонной циркой Тюссалей. Она циркач, героиня. И вот я попросила Анастю, чтобы она сделала красивый номер. Ну и, конечно, будет, ребята, потому что, ну, книга же называется «Мужской стриптизм». Так что я думаю, что девушкам будет особо весело провести время. Ну, первый человек, которому дала прочитать уже более-менее такой редактированный вариант, это была мой директор Марина. Она такой тонкий ценитель, сама пишет стихи, ну, разбирается достаточно хорошо в литературе. И она прочитала. Она говорит, что да, мать, ты, конечно, врезала, по полной, неожиданно. Есть, да, были от нее замечания, безусловно, я к ней прислушалась, что-то мы еще успели изменить, что-то уже мы успели. Но, тем не менее, ее мнение было для меня важно. Еще несколько моих подруг прочитали, тоже остались довольны. Я говорю, ну, ты тогда там какое-то читали? Нет, дочитали, все понравилось. Есть главы мужские, потому что эти мужчины, которые читали, они, так скажем так, даже с таким восторгом сказали о том, что это не сильно женская книжка. Ты нам там сказал, я готовила, говорила, что книга, наверное, будет для женской аудитории. Нет, они прочитали, говорят, нет, там есть такие главы, которые там были интересные, где мы даже посмеялись, что-то такое, хоть и на мужское. Но это благодаря редактору, который был у меня мужчина, это, наверное, и вовсе, это обслуга. Точнее половина серебряных, не пять, скорее всего. Да, ну вот видите как, мнение мужчины. Так что нет, мне кажется, она такая, наверное, на массового читатель. Можно вопрос? А мнение вашей мамы? Моя мама книгу не читала. Моя мама делает только обложку, конечно, она знает. И как она отнеслась к вашему новому тыгорчеству? Она мне сказала, Наташа, когда ты все это успеваешь? Вы знаете, я же не, как и мама далеко, я не докладываю обо всем, что происходит. Я просто вспоминаю, что вот событие. Я ей звоню, говорю, мам, знаешь, у меня скоро книжка выходит. Она, ааа, да ты что? А когда же ты успела? Я говорю, ну представляешь, успела и это. Жанр вашей книги сенсационный роман. Сенсация? Мнимолетно. А у вас, если интересно, ваша книга, чуть-чуть отмечать, не отмечать. Или все-таки сенсационный роман в вашем жанре это продолжительное? Но сенсационный это ведь не жанр в этой ситуации. Это просто слово, которое позиционирует этот роман. Не более так, потому что литература – это роман. Это называется жанром. А сенсационный, вы считаете, это рекламный ход у нас? Да, решено. Я думаю, что через пять лет ее будет еще гораздо интереснее прочитать, чем сейчас. Да, правда. Потому что там страгиваются еще времена начала 90-х. А чем мы дальше уходим от какого-то времени, тем потом интереснее про него читать. Потому что он уже забывается, а новое поколение… С нового поколения не знают, кто был Ленин. Лежит какой-то там дядька в Мавзоле. Представляете, а про что-то не так много времени. Да мы все пионеры, комсомольцы и т.д. и т.п. А молодые-то вообще не понимают, что это. Поэтому я думаю, что через пять, а через десять лет вообще будет очень интересно. Все, если все, то… Наташа, вопрос помогут обложки. А в фотосессии обложки у него участие Тарсана? Или чьи там? Черные. Ну, черные явно не его, конечно, понимаете. Знаете, вот давайте так. Он приедет, и вы зададите ему этот вопрос. Без лучшего у нас. Все? Все, но я так понимаю, что все. Мы, в принципе, достаточно исчерпываючи дали информацию обо всем, что смогли, зарассказали. Но еще раз спасибо всем, кто… Во-первых, спасибо, ребята, что вы все собрались по этому поводу огромное. Спасибо всем, кто поверил в меня, АСТ, АТЦ. Юрия, спасибо. Спасибо. Вы рискнули, вы рискнули. Но, тем не менее, спасибо, Пусть, все это создавалось. Терпел меня почти два года. Я надеюсь, первый клинкомом, но, может, не таким он будет уж комом. Я надеюсь, что все почтутки. Я тоже надеюсь на это. Спасибо большое. А дальше у нас мероприятие с 8 часов, так что, кто желает, может остаться. Кто едет по делам, ну, тогда уж. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.